Добрый вечер, дамы и господа, и ко мне очередные вопросы. Всем привет! Если сможешь, Руслан, расскажи, пожалуйста, про самих инопланетян. В особенности про орионцев, рептилоидов, сирианцев и паридианцев. Есть ли у них ценности? Есть ли у них деньги? Чем они отличаются? Какая у них культура и есть ли она? Есть ли у них развлечения? Какие? Какие у них цели? Не у всех же в голове только колонизация. Есть ли у них дружба? И как она выглядит? К чему они стремятся при жизни? Спасибо. Здесь проголосовало достаточное количество людей. И мне интересен сам этот вопрос, открывать его вам интересно. Возможно, с этого дня я начну рассказывать потихонечку про тех, те расы, те цивилизации инопланетные, за которых будет отдано больше всего голосов. Сегодня я выбираю начать с плеядеанцев. потому что они для нашей планеты сейчас, особенно для меня, актуальнее всего, потому что наша ДНК построена на их основе. Или последняя вот эта цивилизация была основана именно плеядеанцами. И так, начну издалека. Плеядеанцы – это та ветвь гуманоидных развития души, которая в виде экспериментов, экспериментов с выведением более плотных форм, методом пробы ошибок, хотя ошибками они не считали, методом многих опытов по выведению в наиболее гармоничной форме физической формы. В итоге, методом очень многих экспериментов и выведения очень различных форм, частью из них, которые являются нечто напоминающее животных, или разные формы животных, которые присутствуют у нас на планете и которых сейчас нету, была выведена когда-то вот эта форма, которая сейчас является, мы называем человеком. И это, хотя она была начата, в общем, гуманоиды, когда-то это, то есть, что-то напоминающее человекообразную форму, когда-то была начата и пошла в созвездие Лиры, в созвездие и звезда там Лира Вега. Но в дальнейшем развитие гуманоидных форм было завершено и достигло какой-то пиковой точки, когда завершенности, после которой и с Лиры начали расселяться по разным точкам, по разным местам нашей галактики и дальше. И так вот, Плеядеанцы это одна из форм семимерных душ, которая выбрала созвездие Плеяд. Говоря с нашей перспективы, с нашего угла зрения, мы видим то скопление Плеяд в созвездии Тельца, как вот так и назвали. Там-то у них совершенно другие названия, хотя бывает и совпадения, но это редко. И Плеядеанцы, вот группа душ, которая нашла себе новый дом в созвездии Плеяд, начала там развиваться и уплотняться, и расселяться по другим планетам, по мире своего достижения какой-то критической массы и разумности и способности вообще перемещаться на другие планеты. И в созвездии Плеяд более тысячи разных звезд и вокруг каждой звезды есть по сколько-то планет и часть из них заселена, вообще все из них имеют жизнь, но очень разные формы жизни. И как раз в созвездии Плеяд продолжился эксперимент по выведению более гармоничной по их с их точки зрения формы. И в созвездии Лиры что-то напоминающее было. То есть напоминающее гуманоидную форму, но вот это вот физическое тело было конкретно выведено на Плеядах. То есть не совсем на Плеядах, но Плеядеанцами, которые экспериментировали в то время и у себя дома, и у нас на Земле. Они везде продолжают экспериментировать, совершенствовать эти формы и выводить новые формы, и выводить новые формы в том числе. У нас на Земле они тоже много экспериментировали в самом начале, еще в времена Пангеи, или в те времена, когда еще не было разделения на множество континентов. был единый континент. Его могут называть по-разному, когда был океан и была гигантская с размером гигантская суша, которая в дальнейшем только начала разделение. И вот в те времена апплеидеанцы еще начинали экспериментировать. Продолжили эксперименты у нас на планете. И вот эта форма человеческая пошла от них. Это они являются задатчиками, изобретателями этой формы. Поэтому они у нас на планете и являются основополагающими такими, буквально родителями нашими. Хотя в созвездии Плеяд если более тысячи звезд, то там и цивилизации и разных форм тоже очень много. Но изначально человеческая форма считается в основном пошла оттуда. Хотя, кстати, созвездия Плеяд в разных народностях называют по-разному. И сейчас приоткрою то, что рыжие вот у нас же рыжие иногда появляются не пойми откуда в семьях, когда предки там родители вроде родителей и бабушки с дедушками даже прадедушки вроде не рыжие. А рыжие это как раз одна из планет, одна из происхождения имеет на Плеядах. А блондины наши тоже оттуда пошли. Голубоглазые в том числе. Хотя это Плеядеанцы или Плеядеанцы условное название, потому что их могут по-разному называть. И формы тоже там тоже разные имеют. Вот на планетах, где большое протяжение, где гравитация больше, чем у нас на Земле, соответственно, под это и мышцы больше. и размер плеч больше шире, как у женщин, так и у мужчин, так и мышц больше на теле. Из-за того, что приходится с этой усиленной гравитацией передвигаться. Вот для такой, когда гравитация на какой-то процент больше, то под нее и мышцы начинают раскачиваться или имеют более крупные формы. Да, есть такие Плеядеанцы, которые обличены мышцами больше, чем на качков похожи буквально на наших, или культуристов, что ли. вот слегка есть такие, но все-таки таких большинство Плеядеанцев все-таки я бы сказал худенькие для нас, для землян. Хотя есть и некоторые формы такие более средние мышц, мышцастые, как я их называю, облеченные мышцами в разной степени. Есть очень одна планета с рекордной гравитацией и к нам прилетают оттуда Плеядеанцы и те контактеры, те, кто с ними общался, общались видеть, что они весьма накаченные. У меня даже есть изображение, их может быть я помещу. Хотя хотелось бы поместить тех, кого большинство и все-таки у меня лично воплощений было 45 в созвездии Тельца, точнее на Плеядах, в скоплении звезд Плеяды. Ну и не только, у меня десятки и сотни других воплощений на других созвездиях, на других планетах, не только гуманоидах, не только человеческих. И человеческие имеют небольшой процент среди всего этого. У меня более тысячи жизней в мирах подобных Плеядам, Земле, трех, четырех, пятимерных. Всего лишь 45 из них я провел на Плеядах. Чередую это с другими жизнями в других местах. Это если смотреть с точки зрения Души. Так вот, к Плеядам возвращаясь, как вы можете понять воплощались ли вы там и большой ли процент воплощений у вас был на Плеядах, на сколько процентов вы Плеянец? Это по вашим предпочтениям, по вашим вкусам и по вашему внешнему виду. Вот если вы и кстати вот внешние формы такие как Барби вы заметили в последнее время куклы сколько-то лет назад популярностью начали пользоваться куклы Барби а вы думаете почему? Потому что Плеядеанцы это как раз та форма которая обладает большинство Плеядеанцев или больше всего человекообразных Плеядеанцев имеет формы именно такую четырех- и пятимерные особенно трехмерные отличаются есть там исключения есть немножко разнообразия человеческого не немножко а множко даже очень большое но те которые нас сюда заселили и те кто сюда прилетает вот наши конкретные родители являются худенькими вот для нас ну немножечко схожесть со мной есть хотя не только я знаю несколько людей которые осознали себя Плеядеанцами и высказали это высказали это во всеуслышание так вот кукла Барби или формы вот этих кукол наборов из кукол Барби это проявились у нас в реальности ровно потому что Плеядеанцы как раз обратили на нас внимание их прилет именно вот этих форм на своих кораблях и спириотической в духовной в телах в тонких телах усилился в то время когда у нас вошли в моду эти куклы и эта мода развивалась постепенно если вы помните когда-то в прошлом у нас были средние века мода на жирные тела на такие ну даже не то что на крупные такие тела даже да буквально с нашей точки зрения с хорошим количеством жира так вы думаете почему так потому что в то время влияние на нашу планету было и курирование нашей планеты было в то время под другой расой или большинство представителей были именно с той расой хотя здесь в разных культурах немножко отличалось это всего лишь в Европе была такая мода и вот где такая где какая мода там имеет влияние именно соответствующие внеземные цивилизации которые как раз работают с тем населением и с тем страной страной и народностью в большинстве своем и сейчас сейчас и кстати манекенщицы да считаются наиболее красивые формы человека в том числе и поэтому потому что сейчас и у нас плейдянцев на орбите увеличилось и все больше плейдянцев сейчас под этот переход под это ускорение развития начали воплощаться на земле если вы предполагаете что вы плейдянец то это очень может быть скорее всего вы правы но это будет зависеть еще от того какие у вас предпочтения если вы для вас самая красивая форма является например кукла барби или худенькие манекенщицы или ну вообще худенькие мужчины и женщины но это не только если и вы являетесь такой же формой если вам например там 15 18 20 25 лет такую форму легко сохранить но если вы такую форму сохраняете и в 30 и в 40 и в 50 и в 80 и в 100 лет то значит это значит что у вас процент плеядианский опыт жизни или процент плеядок ДНК повышенный и вы можете назвать себя в большей степени плеядианцем но расслабьтесь вы не обязательно всем быть плеядианцем если у вас были предпочтения например у нас есть другие цивилизации в котором предпочтение дается большим мышцам это кстати на Орионе распространено у некоторых рептилий хотя там все по-разному есть если у вас есть склонности к симпатии и каким-то другим формам тела это тоже нормально значит вы воплощались именно среди тех в большей степени кстати если вас интересует какого у вас ДНК из чего состоит вы можете у меня узнавать на консультации но и не только сделать отдельный заказ он стоит дешево конкретно рассказать о вашей ДНК о вашей многомерной ДНК о процентном соотношении разных групп и цивилизаций инопланетных сколько процентов у вас чего или кого это означает сколько жизней количество жизней примерно вы воплощались из всего своего опыта души в тех или иных созвездиях нашей галактики или за ее пределами ну пледянцах то можно рассказывать много а вот если у вас будут конкретные вопросы про них возможно я и буду отвечать именно на вопросы вот сейчас кое-какие вопросы подготовлены я продолжу описывать так какие у них ценности ну пледянцев они отличаются в основном тем что они почти всегда уходили от конфликтов были у них есть у них некоторые группы и планеты которые пробовали воевать и есть кое-где там военные некоторые структуры но в большинстве своем пледянцы именно отличаются в нашей галактике тем что они старались и уходили уворачивались от конфликтов максимально за счет этого у них получилось развиться настолько сильно и быстро что они обогнали большинство цивилизаций в духовном смысле в духовном развитии самосовершенствовании в том числе и своих сверхспособностей они обогнали большинство цивилизаций ну кроме там у арктурианского некоторых арктурианских и кое-кого еще но в большинстве своем они опережают они первое место занимают по духовному развитию по владению собой и по перемещениям а это уже отдельный вопрос за счет уклона от того что они а да их некоторые называли трусами когда к ним пролетали их пытались завоевать вступали в конфликты с ними они уходили уклонялись убегали по нашему делали ноги и на ней делали по-разному их как только не называли но называли более агрессивные более те кто более воинственные но они продолжали свою линию уклона от конфликта от войны от соперничества даже от защиты себя или своей семьи или своих близких они понимали глубоко что свое собственное развитие имеет наибольшее значение чем защита каких-либо интересов кого-либо даже себя но тем более даже своих друзей у них не такое понятие как у нас о дружбе по поводу дружбы наверное позже так у них так сейчас время заканчивается наверное сниму вторую часть ладно до следующей части до следующей до следующей до следующей Продолжение следует...